Это свято на протягу 2000 годов для миллионов людей в особлении надеи и веры. Для многих гомельских верников, местом их встречи, на протягу 17-ти годов з'является костел Рожства Просвятой Девы Марии. В этот день сюда пришли некольки сотен человек. Пришли сюда сегодня всей семьей, мама, папа, с детьми. Обычно приходим на богослужения. Раньше, когда деток еще у нас не было, то ходили на всеночную. А сейчас получается только утром. Рождение Иисуса Христа, это, конечно, радость для всех. Это для всех. Прийдя в мир, прожив как человек и умер на кресте за наши грехи. Взял наши грехи, понес и умер. Это для нас, конечно, большая надежда. Большая надежда в том, что у нас есть заступник на небе. И это как бы обновление нас всех. Вера в него, для нас это радость. Рожство Христово попередничает четырехтедневый пост, который называется Адвент. Он лечится часом покаяния и подрыхтовки до одного из головных христианских святов. По традиции, Адвент заканчивается с изъявлением на небе первой зорки, которая отвестила всему свету обнароджение Божьего Сына. С этого момента и начинается святкование рожства. У гэтый день служатся три особливые литургии – ночью, на досвятку и днем. Таким чином свято отзначается тройчий, что символизует рожство Христово у лоне Бога Айца, у лоне Бога Мати и у души кожного христианина. Дорогие, на этом святкование не заканчивается, а дужится на протягу наступных восьми днен. Дорогие братья и сёстры, Господи Боги! Книга книг, Библия говорит, что всё, что Бог создал, прекрасно, и всё для человека, только с условием, что человек должен слушать Господа Бога. «Не одним хлебом живёт человек, – говорит Христос. У человека двойная жизнь – духовная и материальная жизнь, физиологическая жизнь. Духовная – это наша мудрость, это наша любовь, это наша совесть. И там, где люди почитают Бога, они проявляют и мудрость, и любовь. По случаю этого радостного и светлого праздника Рождества Христова, желаю всем Божьего благословения, здоровья, успехов в работе, учёбе, счастья в семейной личной жизни. Да благословит всех нас Господь Бог. Амин». Ганна Ковалёва, Яугин Макинка, Телерадо, компания «Гомель».